Лена на секунду замерла в воротах, не решаясь шагнуть вперед. «Чего застыло? Иди уже!» — послышался окрик охранника, а потом он мягче добавил. «И постарайся сюда больше не попадать!» Девушка торопливо вышла на улицу. За ней лязгнул железный засов. «Все! Она на свободе! Четыре года за решеткой! Неужели все кончилось, и это не сон?» Рядом дорога, снует автомобили туда-сюда, остановка в десяти метрах. Вот и автобус показался. «Нет! Это не сон! Все кончилось! Надо спешить!» Лена подбежала к остановке и первой зашла в салон автобуса. Впрочем, других желающих и не было. Кондуктор презрительно скривила губы, мимолетом глянув на Лену. Другие пассажиры подозрительно покосились. «Это и понятно. Остановка ведь особая была. У женской колонии. Ясно, кто чаще всего заходит. Да и видно». Лена сама понимала все это. Поэтому, рассчитавшись, она отвернулась к окну, старалась не замечать ни косых взглядов, ни шепота за спиной. «Зечка! И ничего уже не изменить!» Лена вздохнула, задумалась. А куда она, собственно, так спешит? В колонии хотя бы у нее была своя койка, еда. А на свободе как ей жить? Мама умерла, дом ее сгорел. Соседка писала, что вроде как мальчишки баловались. То ли курили, то ли пух тополиной жгли. Нет теперь дома. Оставалось ехать только Катерине. Катя – сокамерница Лены. Именно она помогла девушке адаптироваться в колонии. Подсказывала, что да как поначалу. Эдакая прожженная уголовница. Несколько ходок у нее было. Закражи и мошенничество. И почему-то взяла под свое крыло совсем глупенькую, наивную девочку. Нет, не пожалела. Потом призналась, что Лена ей напомнила младшую сестру, которая утонула много лет назад. Катя действительно заботилась о Лене, и та с благодарностью принимала эту заботу. Сдружились они даже. А когда Катю освободили где-то с месяц назад, то она твердо сказала Лене. «Освободишься? Ко мне приедешь». Лена, конечно, согласилась. Хотя в глубине души все же немного сомневалась. Ведь ей хотелось навсегда забыть все, что связывало ее с зоной. А продолжая общение с Катей, этого бы не вышло. Да и Катя, понятное дело, что не задержится на свободе. Для нее тюрьма мать родная. Но выбора не было. Лена решила, что немного поживет у Кати, а потом сама сориентируется, как быть дальше. В конце концов, у нее своя голова на плечах. И вот уже через пару часов она стояла у нужного дома, не решаясь зайти в подъезд. «Ба, какие люди!» Услышала она знакомый с хрипотцой голос. Повернулась и увидела Катю. Глаза Лены расширились от удивления. Катя стояла перед ней, одетая монахиней, вся в черном. Сразу и не узнать, только Лена ни с кем не могла спутать Катина глаза. Сероголубые, холодные и в то же время насмешливые. «Катька!» Растерянно улыбнулась Лена. «А ты чего это? Что за маскарад?» «Какой маскарад? Это работа!» Серьезно ответила Катя. «Пошли в квартиру, нечего тут глаза народу мозолить, за чайком все перетрем». Она обняла свою младшую подругу и, подхватив Лену под руку, уверенно пошагала вперед, взмахивая подолом черного наряда. А потом, на маленькой кухне в съемной квартире, Лена слушала подругу, испытывая смешанные чувства. «Работенка-то не пыльная, денежки сами ко мне идут!» С насмешкой рассказывала Катерина, попивая крепкий чай. Она уже переоделась в майку и джинсы, и в этой одежде выглядела привычно в глазах Лены. Катя была старше ее лет на десять, невысокая, худенькая, юркая, чем-то напоминала ящерицу. Хитрую, скользкую и даже опасную. Если бы не их дружба в колонии, то и общего у них ничего не было. Да и жить Лене надо было где-то, поэтому она сразу решила не высказывать своего мнения, а просто слушала. «Я давно слышала про такой трюк, но сама как-то не решалась, а тут откинулась. Денег нет, родня знать не хочет, знакомая кто по зонам, а кто в бегах. Вот что делать? Хорошо, что хату эту один дружок еще когда я на зоне был, а мне вроде как забронировал. Но ведь за нее платить надо, и жрать тоже хочется. Вот я подалась в монашки!» Со смехом рассказывала Катерина. Она призналась, что расчет был прост. Подходишь к людям в одеянии монахини и рассказываешь им, что скоро собираешься на святую землю. Могу, мол, и за вас помолиться. Но для этого надо немного денежек на записки, свечи и тому подобное. Кто-то посылал подальше, а кто-то тут же тянулся к кошельку, торопливо рассказывая, за кого надо молиться и почему. «Ох, и чего я только не выслушиваю!» Продолжала смеяться Катерина. «И про смертно больных, и про загулявших мужей. Одна дама даже просила за свою собачку помолиться, потерялась-то. Нет, какие глупые люди. Хотя чего я так? Деньги платят, и хорошо. Кто больше дает, кто совсем копейки. Но это ничего, курочка по зернышку клюет». Лена слушала, опустив глаза. Больше всего ее коробило в рассказе подруги то, с какой легкостью она рассказывала о тех, кто ищет у нее помощи, как у последней инстанции. О смертельно больных людях. «Ты чего приуныла, подруга?» Заметила Катерина. «Осуждаешь, что ли?» «Нет, не осуждаю», — помолчав, произнесла Лена. «Но как-то это неправильно, прости». «Неправильно? А ты что, четыре года отсидела и не поняла, что в этой жизни все неправильно?» Катерина прищурилась и отхлебнула чай. «Еще мне скажи, что грешно». «Да как-то не по-божески», — еле слышно произнесла Лена. «Не по-божески!» — со злостью вскричала Катя. «А где был твой бог, когда тебя в тюрьму ни за что посадили? Или когда твоя мама после приговора умерла, потому что сердце не выдержала? Забыла? Или где был твой бог, когда меня в восемнадцать лет укатали по полной, хотя могли дать и условку? Нет, судья слишком принципиальный попался. Нет этого бога, понимаешь? Так что откинь все эти слюни и слушай меня, а нет, так выметайся отсюда». «Прости, ты, наверное, права», — так же еле слышно произнесла Лена. «Вот, это правильно. Ладно, давай отдыхать уже, завтра вдвоем пойдем на дело», — уже более миролюбиво ответила Катя. «И я?» — с испугом спросила Лена. «А чего тянуть? Присмотришься, поймешь, что к чему, привыкнешь». Катя вновь усмехнулась. «Да не бойся ты так, завтра ты со стороны только смотреть будешь. Надо же тебе еще наряд достать, это я в церкви сперла. Удачно так зашла, вижу, какая-то тетка пакет с вещами оставила на входе, и там эти тряпки. А тебе пошить придется. Ткань купим, на руках не хуже, чем на машинке прострочим. На зоне ведь шить нас неплохо учит. «Да не робей ты так, все отлично будет». Ничего Лена не ответила, только тихо кивнула в ответ. После девушка лежала на старом продавленном диване и вспоминала свою такую грустную историю. Четыре года назад она, выпускница педагогического вуза, ехала к маме. Позади было вручение дипломов, гуляние в кафе с подругами. Мама хотела приехать на торжественную часть, но у нее ухудшилось самочувствие, поэтому не смогла. Но ничего, сейчас Лена сама к ней приедет и покажет новенький диплом. Красный при том, вот мама будет рада. Она стояла на перроне в ожидании своего поезда, когда к ней подошел молодой парень. «Девушка, а вы не до пихтовки?» – спросил он. «Нет, мне дальше», – ответила Лена и отвернулась. «Ой, как хорошо», – заулыбался парень. «А можно я с вами пакет передам? Просто в пихтовке срочно ждут эту передачу, а у меня не получается. Хотел с проводниками договориться, но мне сказали, что они сейчас посылки не берут, а мне срочно надо. Там лекарство для мамы, у нее сейчас обострение болезни, а в местных аптеках этого лекарства нет». Парень даже для убедительности раскрыл небольшой пакет и показал ампулы. У Лены самой болела мама, поэтому она решила помочь этому молодому человеку. Согласилась. «Вы просто в пихтовке выйдете из вагона, к вам подойдет молодой человек, это мой брат», – радостно сказал парень, отдал ей пакет и еще и пару тысяч в руки сунул. В знак благодарности, хотя Лена и отказывалась. Но до дома Лена не доехала, она даже до той самой пихтовки не добралась. После отправления поезда по вагону пошел полицейский патруль со служебной собакой. И почему-то собака остановилась около Лены. Сотрудники полиции попросили девушку показать, что в пакете, который лежал у нее на коленях. «Тот лекарство», – объяснила она. «Меня попросили передать». «Ну-ну, знакомая песня», – усмехнулся один из полицейских. А потом Лену сняли с поезда, увезли в полицейский участок. И только там девушка поняла, что произошло. В пакете были запрещенные вещества. Позже выяснили, что камера на вокзале сняла момент, как неизвестный парень передал Лене пакет, деньги и скрылся в неизвестном направлении. От нее требовали сказать, кто сообщники, кому она должна была передать пакет и где. Лена плакала, объясняя, что она об этом ничего не знает. Какой-то парень должен был забрать пакет в пихтовке, и в нем были лекарства, как она думала. Никто ей не поверил. И того, кому она везла пакет, также не нашли. Никто к поезду не подошел. Лене предъявили обвинение в провозе избытия запрещенных веществ. И скоро состоялся суд. И вот там, на суде, она в последний раз видела маму. Бледная, как полотно, она, не отрываясь, смотрела на дочь и что-то шептала. Наверное, молитву. Не помогло. Лене дали четыре года. Судья посчитала вину доказанной и не сочла нужным рассматривать варианты с условным наказанием. Как потом Лене сказали в тюрьме, что ей еще повезло, могли и десятку влепить. Но за что? Она же не виновата. Но никто ей не верил. Подруги тут же про нее забыли, родственники открестились. И только мама ей верила, но умерла вскоре. Сердце не выдержало. О смерти мамы Лене написала тетка. При этом сделала приписку, что пусть девушка забудет про свою родню, так как всех опозорила и мать свела в могилу. Боль. Одна боль. За эти годы Лена привыкла жить с ней и чувствовать себя без вины виноватой. Да, наверное, Катя была права, когда сказала, что нет никакого Бога. Никто ей не поможет, кроме себя самой. Да, можно было уйти от Кати в никуда, попробовать найти хоть какую-то работу. Но кто ее возьмет после зоны? Мало верилось в такое чудо. Поэтому утром, задушив себе все сомнения, она отправилась с Катей. Катерина в своем одеянии смиренно стояла то у торговых центров, то у офисов, то просто подходила к людям, рассказывала им байку про святую землю. А Лена, стоящая чуть поодаль, только удивлялась, как же могут быть наивны люди. По большей мере они тут же просили благословения у матушки. Руки ей даже целовали и деньги давали. Вечером на заработанное подруги готовили ужин, обсуждали события дня. В принципе, все было не так сложно. В конце концов, Катя не воровала. Да, обманывала, но ведь народ сам протягивал ей деньги. Так прошло несколько дней. За это время Катя купила черный материал, и они вместе сшили второй наряд для Лены. «Вдвоем мы будем больше доверия вызывать», — смеялась Катя. «Только надо точки менять грамотно, на одном и том же месте два раза не появляться». «Но так же не может продолжаться бесконечно», — резонно заметила Лена. «Ведь скоро все равно кто-то что-то заподозрит». «А мы в другой город рванем, страна у нас большая, есть где разгуляться. Подкопим денежат, там что-то и другое подвернется, так и проживем», — ободряла ее Катерина. И вот накануне первого, так сказать, рабочего дня Лены, Катя вдруг свалилась с высокой температурой. «Придется тебе одно идти», — натужно кашляя сказала Катя. «Поедешь к храму, что в Октябрьском районе, там мы еще не были. В храм не заходи, держись пооддаль. Вроде как своя к церковникам, но чтобы они не видели, там будет проще народ дурить». «Я не смогу одна», — испугалась Лена. «Давай перерыв сделаем, ты поправишься, тогда и поедем». «За хату через три дня платить, а у меня денег мало, надо», — сказала резко Катерина. «Или ты что, за спасибо решила у меня отсидеться?» «Нет, что ты», — потупив взгляд, ответила Лена. «Я поеду». И вот, переодевшись, она вышла из квартиры. В транспорте ехала, стараясь не смотреть на людей, хотя слышала, как они перешептываются. «Монахиня такая молодая, откуда она? Интересно, с какого монастыря?» И так было стыдно, но никто ей не поможет, Лена это точно знала. А потому она доехала до нужной остановки, дошла до парка у храма и замешкалась. Как ей начать? С кого? Легенду она знала на зубок, только сможет ли быть убедительной? «Матушка!» — услышала она голос за спиной. «Скажите, пожалуйста, а служба в храме уже кончилась?» Лена обернулась и увидела молодую женщину, чуть старше ее самой. Молодая, красивая, но с печальными и заплаканными глазами. Лена зачем-то кивнула в ответ. «Опять не успела», — всхлипнула незнакомка. «Думала, сегодня попаду на службу, но сыночку вновь хуже стало, пока с врачом разговаривала, пока у него была. Господи, вот почему все так?» И как-то между делом женщина, представившаяся ей Анной, рассказала, что у нее сын, ему три годика всего. У ребенка сложная форма лейкемии. Нужна пересадка, но донора никак не могут найти. И что делать, непонятно. А время идет. «Я бы любые деньги отдала, я бы жизнь свою отдала», — рыдала Анна. «Если бы это помогло Сереженьке, но как будто все против нас, даже в храм не успеваю». «Так вы просто в храм зайдите, свечку поставьте в любое время», — немного придя в себя, посоветовала Лена. «Да сколько я этих свечек уже поставила!» — всхлипнула Анна. «Все попусту. Говорят, можно записочки делать и службу специальную заказать, но я в этом ничего не понимаю, да и сил нет, и времени тоже. Мне ведь еще на работу надо бежать, а там всем совершенно наплевать, что у меня ребенок в таком тяжелом состоянии. Опаздывать нельзя и раньше уходить тоже нельзя. Матушка, а как вас зовут?» «Елена», — растерянно ответила девушка. И тут Анна встрепенулась, потом схватила Лену за руку. «Матушка Елена, а вы помолитесь за моего сыночка, за здравие его, пожалуйста. Его Сережа зовут, он крещеный. Помолитесь, чтобы нашелся человек, подходящий ему как донор». А потом она вдруг вытащила из кошелька деньги и настойчиво вложила их в ладони Лены. «Не надо, я и так могу», — пробормотала Лена. «Матушка, не отказывайте мне, пусть эти деньги на нужды вашего прихода пойдут». И Анна быстро убежала прочь к автобусной остановке. А Лена развернула ладонь и увидела три пятитысячных купюры. Двоякое чувство поселилось в ее душе. С одной стороны, этих денег бы теперь точно хватило на оплату их с Катей жилья. А с другой стороны, разве так можно? Несчастная мать от отчаяния сунула эти деньги в надежде, что Божий человек замолвит перед Богом словечко. Поверила она ей, как самому Богу поверила. И как теперь поступить? Лена растерянно крутила в ладони купюры, и тут послышался колокольный звон. Девушка подняла голову, посмотрела на купола. И ноги почему-то сами повели ее к храму. У ворот она остановилась, опомнившись. Потом юркнула в ближайшие кусты и там сняла свой наряд. Хорошо, что под ним были юбка и майка. И косынка нашлась. Лена вновь отправилась в храм. Она стояла в дверях и не знала, что ей делать дальше. И тут вышел настоятель, невысокий седой старичок. Он внимательно посмотрел на девушку и задал вопрос, что привело ее сюда. «Совесть», — призналась Лена. «Батюшка, не знаю, что делать. Помогите мне». Настоятель отвел ее к себе, и Лена дрожащим голосом рассказала все, что с ней приключилось. И про тюрьму, и про маму, и про Катю с ее маскарадом, и про Анну с больным сыном. И про деньги сказала. «Деньгами распорядись так, как сердце твое подсказывает. А про все остальное? С подругой такой лучше не общаться. Ты и сама это понимаешь. Добром это не кончится. За Анну и ее сына молиться всем приходом будем. И ты молись. Крещеная?» Лена коротко кивнула в ответ, а батюшка продолжил. «Понимаю, что тяжко тебе сейчас, но пойми, все проходит, и это пройдет. Вижу, что хороший ты человек, просто растерялась. Боль и обидов тебе говорили за незаслуженное наказание. Потеря матери, но ты главное смогла в себе сохранить. Свою душу. Это очень важно. Предложить тебе хочу остаться у нас при храме. У нас воскресная школа есть, там детишки. Учительница их в декрет уходит, вот ты бы с ними и занималась. А жить при школе можно, там комнатка специальная есть». «Но у вас же закон Божий изучают, молитвы читают, а я ничего этого не знаю». «Так ты же институт окончила?» «Значит, умная, все быстро схватишь, сама выучишь». Улыбнулся батюшка. «Как тебе мое предложение?» «Необычно, но мне нравится», призналась Лена, а потом вспомнила про деньги, что в руке сжимала. «А это вот заберите, вы лучше знаете, что с этим делать». Отец Михаил, как звали настоятеля, согласно кивнул. Он сказал, что на эти деньги закупят продуктов для детей, посещающих воскресную школу. Прошло два месяца. Все это время Лена работала в воскресной школе с детьми, и ей нравилось то, чем она занималась. Рассказывала детям жития святых как сказку, вместе с ними учила молитвы, мастерила подделки, готовилась к мероприятиям и, конечно, посещала службы. И вот каждый раз, стоя у образов, она молилась о спасении неизвестного ей мальчика Сережи. Девушка всем сердцем желала, чтобы чудо все-таки случилось. А потом как-то в храм прибежала взволнованная молодая женщина. Она спрашивала всех о монахине Елене, которая должна была тут появляться. «Я ее видела у храма, она бывает у вас», — говорила женщина. Все только плечами пожимали. Даже отец Михаил сделал вид, что не понимает, о ком говорит женщина, хотя догадался, конечно. «Я ведь хотела ее найти и в ноги ее пасть, руки ей целовать готова», — срывающимся голосом говорила женщина. «Ведь после разговора с ней Сереженьке стало лучше, а потом донор нашелся. Сейчас мой сынок уже идет на поправку, понимаете, это ведь чудо. Врачи на нем уже крест ставили. Я верю, что мне та матушка помогла, она должна была за него помолиться». Отец Михаил заверил, что если та самая монахиня Елена придет к ним, он ей все передаст. «Только обязательно», — просила, прощаясь молодая мать. «Это ей мой сынок жизнью обязан». А Елена в это время пряталась у батюшки в кабинете. Она все слышала, только сил не было выйти к Анне и посмотреть ей в глаза. Теперь она не была монахиней, просто служительницей церкви. Можно было вновь что-то придумать, но лгать больше не хотелось. Сердце Елены радостно билось при этом, и все-таки мальчик Сережа будет жить. И это главное. А еще через полгода Елена вышла замуж. Молодой доктор Игорь Петрович вообще-то в Бога не верил. Просто его бабушка старалась не пропускать службы, а у нее со здоровьем не все гладко. Вот по возможности Игорь ее сопровождал в храм. Там он увидел Елену. Как-то незаметно они стали общаться. Потом поняли, что не могут друг без друга. Венчали молодых в этом самом храме. Теперь Елена живет у Игоря, работает также в воскресной школе. Она счастлива и верит, что все в жизни можно пережить. Главное – себя не потерять. А вот с Катей она больше не виделась. Как-то ради любопытства прошлась по тем местам, где Катя раньше работала. Побывала у дома, где она жила. Старушки у подъезда сказали, что та монашка давно съехала. Где она, Лена не знает. Наверное, крутит ее дальше судьба. Не поймет Катя одного, что только когда по совести живешь, тогда все само собой наладится может. А испытания, они нам для того и даны, чтобы понять, кто мы есть на этом свете.